Вы хотите сказать, как ответить на оскорбление? Потому что обида – это я могу обидеться, а могу и не обидеться. Даже если меня ругают, это уже дело моего внутреннего состояния, на оскорбление, на неприятное слово и так далее. А если уже я обиду, обижаюсь, то уже всё, вопрос уже окончен. Ну, а как ответить, действительно, на оскорбление, эта ситуация очень непростая, поскольку зависит от очень многих обстоятельств. Например, однажды был такой случай. К Варсенуфе Великому подошёл один монах и сказал, «Отче, как мне быть в отношении моего брата, то есть другого монаха, который при всех, без всякого повода и каких-то оснований, вдруг начал меня оскорблять?» Варсенуфе Великий говорит, «Ты как себя вёл?» Он говорит, «Я молчал». Монах спрашивает, «Нужно ли мне теперь идти к тому, который меня оскорблён монаху, и попросить у него прощения? Как это, кажется, принято в нашей монашеской среде? Варсенуфе Великий ответил, «Нет, не надо, не ходи, не проси прощения, потому что этот твой брат, который тебя оскорбил без всяких причин и оснований, может подумать и может счесть, что он поступает хорошо и будет продолжать так же себя вести. Поэтому молчи! А как же быть, как быть в отношении того, кто оскорбляет, как быть всё-таки в отношении такого человека?» Он ответил, Варсенуфе Великий, «Молись таким образом, Господи, помилуй меня и брата моего». И увидишь, если будешь так молиться, как скоро твоя обида исчезнет из твоей души. Вот так учат святые отцы. Я почему и начал с Варсенуфе Великого, что, вы знаете, мы можем начать что-нибудь сочинять и говорить, и говорить, как к нам относиться. Но мы же не имеем никакого, я бы сказал, неправа, не имеем духовного опыта, не имеем даже христианской жизни, и поэтому все наши ответы, они будут носить так. Знаете ли, ну, рассуждений более или менее. А вот то, что советуют святые отцы, это действительно является очень важным научением для нас. Но в то же время тот факт, что этот монах пришёл к Варсенуфе Великому и всё-таки спросил его, как быть, говорит и о другом, что действительно в монашеской среде принято было всегда, что если тебя кто-то оскорбит, обидит, то лучше ты попроси у него прощения. Не смирится ли тогда и не поймёт ли в своей ошибке тот брат, к которому ты обращаешься с этим. Так что, видите, новозаветные учения об обиде носят, я бы сказал, характер значительно отличающийся от мирских представлений и даже от Ветхого Завета. В Ветхом Завете Христос сам сказал, сказано, «Возлюби ближнего и возненавидь врага своего». А Христос ответил «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». При этом очень важно, при этом на что обратить внимание, что вот в нашем русском переводе и в славянском переводе мы употребляем только одно слово – «любите». Нужно обратить внимание, что в греческом-то языке есть несколько различных слов, которые, к сожалению, на наш язык переводятся одним словом «любить». А эти слова имеют существенное различие, потому что одно дело – греческое слово «агапи», то есть это равное, доброе отношение ко всем людям, независимо от того, друг он, враг он, кем бы он был. Доброе отношение, то есть нежелание никому никакого зла, желание, если хотите, всем добра, кем бы этот человек ни был. Это агапи, то есть это любовь всеобщая. А есть совсем другая любовь. Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что есть и любовь, которая на греческом языке выражается словом «эндиафитос». Эта любовь – глубокая, сердечная, это редкая любовь, которая встречается между людьми. Эта любовь не заповедана нам, потому что она происходит только между очень родственными и близкими по духу, по убеждениям и по сердечному влечению душами. Так Христос сам имел особую любовь к Иоанну Богослову и возлюбленному ученику. Это эндиафитос. Но нам заповедана любовь агапи, которая, конечно же, может иметь очень разные степени. Степени этой любви в отношении даже к тем же обидчикам может быть очень различны. Её великолепно выразил Исаак Сирин, святой, когда он сказал, что есть сердце милующее, и ответил, это есть возгорение сердца о всякой твари, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о четвероногих, о людях, о врагах истины, о самих демонах. И не может без слёз смотреть на страдания кого бы то ни было. Так вот, и завершает он своё это слово, завершает так. Такой человек, если бы он десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Вот до какой степени может дойти вот эта любовь, агапическая любовь. То есть даже, видите, даже в любви к демонам, а не только к врагам. Вот какая степень любви может быть? К кому? Видите, он и к врагам истины, и к демонам, то есть к любому обидчику как таковому. Но чтобы достичь этой любви, тот же Исаак Сирин пишет, называя эту любовь божественной, говорит так, невозможно приобрести эту любовь, не искоренив страсти. Поэтому законом и методом, методом, если хотите, приобретение этой любви или, лучше сказать, способом, так, возможно, только правильная духовная жизнь. А что это такое? Это уже очень большой вопрос и другой, кстати, вопрос, а не этот. КОНЕЦ